Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш Тиктокеры и тинейджеры не дремлют, все время придумывают какой-то новый сленг Чтобы мы с вами, серьезные взрослые люди, не расслаблялись Сегодня разберем несколько слов и выражений, которые вошли в список нового сленга 2022 года Поехали! Не пугайтесь, глядя на это слово, произносится оно как Это слово пришло на замену слову basic В значении, что что-то довольно мейнстримовое, стандартное, избитое Или кто-то, кто изо всех сил старается быть в трендах, но безнадежно отстает на пару лет Вот, кстати, миссми джинс это джинсы, они действительно устарели У которых задние карманы задекорированы в усмерть Вышивкой, стразами, камнями, нашивками, чем угодно, тем больше, тем лучше Чтобы привлечь внимание к вашей пятой точке Rent free Эта фраза используется буквально, есть такой тренд в соцсетях, где надо показать, кто живет у тебя дома и не платит за жилье Как правило, снимают своих любимцев, кошечек, собачек, я вот свою сняла Но еще это выражение значит, что вы не можете выбросить что-то или кого-то из головы Эту фразу, конечно, можно сказать и на классическом английском Значения одинаковые, я никак не могу перестать о тебе думать, детка Эта фраза сама себя объясняет, энергия главного персонажа Тут либо про то, что кто-то явно выделяется на фоне остальных Либо это про превращение в лучшую версию себя, как сейчас любят говорить Это может быть комментарий под чьей-то фоткой, да, ты говоришь Это точно энергия главного персонажа, то есть кто-то выделяется TikTok вдохновляет людей на то, чтобы дать выход энергии главного персонажа каждый день в своей жизни То есть стать главным героем своей жизни Сейчас многие об этом говорят, снимают И вот эта фраза туда очень хорошо ложится Поймать кого-то или чью-то реакцию на что-то, на фото или на видео Помните эту историю, когда Джастин Тимберлейк был пойман с молодой актрисой С которой он сидел, держался за руки в то время, как его жена и ребенок были в другом городе Вот это как раз тот случай, кто-то снял это на фотку Еще пример Чувак обокрал, ограбил банк даже и не наделал маску И ему отвечают, да, он действительно был пойман с поличным во всей красе В разрешении 4K Понял или поняла задание Используется вообще где угодно Когда кто-то делает что-то, ну очень круто Причем это может быть задание, например Кто-то тренд делает в соцсетях, танцует хорошо Просто в жизни это может быть Ее муж поддерживает ее абсолютно во всем Вот уж кто действительно понял задание Это может быть не только о действии, может быть о внешнем виде, например Ты видела ее платье? Девочка реально поняла задание Синоним этой фразы, кстати, может быть Следующая фраза Только не в смысле, что кто-то что-то съел А в смысле, что кто-то что-то круто сделал По смыслу похоже на предыдущее выражение Например, кто-то круто выступил И вы даете комментарий после этого Сразу же добавляем фразу-синоним Как в предыдущем То есть она всех убила, сразила Так она здорово выступила Иногда это и так короткая фраза Сокращается до просто А бывает, что и это опускается И вместо этого используется только Так что если вдруг где-то вы встретите вот эту часть про крошки И не поймете, к чему она здесь Посмотрите на контекст Возможно, там совсем не про еду, а про чью-то запредельную крутость Пожалуй, мое любимое слово в списке Это отфотошопить, отфейстюнить и отфильтровать себя Или чье-то изображение так, что невозможно узнать человека Очень не похоже на то, что было в оригинале Можно, например, даже нагуглить инструкцию Как отфейстюнить себя, используя такое-то приложение Я отправила ему настолько отфотошопную фотку, что и теперь боюсь с ним встречаться В реальной жизни Он меня, скорее всего, не узнает И еще одна фраза Посылает меня, если дословно И нет, это не то, что вы подумали Эта фраза пришла на смену Или В контексте, что вам смешно до истерики Или, как мы с вами говорим Ору чайочкой Можете смело использовать Когда описываете какой-то смешной видос, который вы посмотрели На сегодня это все Учите сленг, будьте в трендах Ну и учите английский с пазл-энглиш Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok